народ всем привет сегодня у нас будет видео про то как подключить данную камеру к собственному ftp сервер а именно я покажу как создать свой ftp сервер и чтобы в дальнейшем при тревоге камера сбрасывала фрагмент видео и фотографию к нам на ftp сервер собственный значит где мы будем делать собственный ftp сервер конечно же мы будем делать всего у нас дома камера будет висеть на даче дома у нас стоит такой вот вайфай роутер tp-link это archer c5 в него можно подключать usb флешку в нашем случае это просто картридер в котором воткнута микро sd ну не суть значит вставляем в наш роутер флешечку и на нем будем настраивать ftp видео с камеры будет приходить при тревоге именно к нам домой на эту флешку и так поехали значит чтобы настроить передачу видеофайлов на наш ftp сервер при тревоге нам в первую очередь нужно создать собственный ftp сервер на нашем домашнем роутере в нашем случае tp-link все настройки по этому поводу происходит непосредственно нашем роутере значит нам нужно зайти в браузер в нашем случае опера и выбиваем сверху в адресной строке айпи нашего роутера это будет либо 192 168 0 1 либо 192 168 11 на разных роутерах иногда по разному идет по стандарту но в нашем случае 192 168 11 заходим появляется менюшка нашего роутера иногда она еще может заплатить запросить имя пользователей пароль по стандарту это админ админ но чаще всего люди меняют на другой вот мы зашли на наш роутер заходим в дополнительные настройки заходим в обмен данными по usb напоминаю флешка уже должна быть воткнута в роутер здесь выбираем usb устройство хранения данных мы видим что наша флешка на 8 гигов подключена он ее опознал и дальше спускаемся чуть ниже в меню так здесь мы видим что есть учетная запись для совместного доступа по стандарту стоит использовать учетную запись по умолчанию но если это на роутере вы не меняли никаких настроек то это будет опять же админ админ но не дай бог вам создать фтп с такой учеткой всякие вредные хакеры его порвут в пух и прах достаточно быстро поэтому мы используем создаем новую учетную запись вводим имя пользователя подлиннее пароль тоже подлиннее посложнее и сохраняем именно этим пользователем паролем мы будем подключаться к нашему ftp и опускаемся еще ниже вот тут мы видим основное меню настроек нашего будущего ftp изначально но выглядит вот так то есть у вас ничего не включено вам нужно нажать галочку включить ftp на роутере и потом поставить галочку ftp через интернет в дальнейшем нам понадобится вот этот вот айпи адрес это айпи адрес нашего ftp перепишите его или скопируйте куда-нибудь значит ftp адрес и порт порт по стандарту будет идти либо 21 либо 22 жмем везде сохранить и с роутером все ftp сервер у нас запущен ну а для того чтобы проверить проверили мы создали свой ftp сервер вот эту строчку ftp через интернет целиком копируем весь адрес ftp айпи и порт заходим в мой компьютер и в адресной строке вбиваем этот путь жмем enter и вот мы на нашем ftp меня здесь уже есть кое-какая инфа с камеры вот он сбрасывает по папочкам поэтому да все работает ну а дальше переходим к настройке камеры следующий шаг это настройка нашей камеры программки cms запускаем cms не подключаемся к нашей камере напоминаю камера должна быть онлайне потому что мы делаем все настройки не в самой программе а именно на камере через программу подключаемся вот мы подключились жмем правой кнопкой мыши по изображению конфигурация устройства заходим в меню с этой звездочкой службы и ftp изначально галочки не стоит включенным поэтому ставим галочку включить и начинаем заполнять наши строки значит имя сервера это айпи адрес нашего ftp прописываем его здесь просто цифрами то есть сначала просто айпишник нашего ftp без слов ftp без двоеточий без слэш и так далее вписываем сюда дальше порт помним что у нас 21 все это мы видели в настройках нашего ftp когда делали это народы следующий идет пользователь это имя пользователя которое мы задали опять же для входа на наш ftp на роутере пароль от нашего ftp на роутере длина 128 мегабайт то есть это наверное максимальная длина файла максимальный размер который будет сохранен на ftp сервере ну честно не знаю и путь путь прописываем на каждом роутере первая папка будет обзываться по-разному вот у меня это volum sda4 а если флешку достать и вставить что значение изменится будет допустим написано volum sda или volum sda1 и для удобства я создал там папочку камдвр куда и падают наши файлики вот прописываем каждый создает свои папочки прописываем путь куда будет сохраняться видосы из настроек все все очень просто повторяю ip адрес нашего ftp порт имя пользователя для входа ftp пароль для входа ftp эта цифра всегда будет по стандарту стоять 128 меняете как хотите я не пробовал и прописываем путь к папке в которой будет лежать наши файлы для проверки жмем тест ftp идет проверка и вот самое интересное ftp тест фейлет видите ошибка но что самое интересное ftp работает после того как мы настроили основные адреса параметры имена пользователя и так далее во вкладке ftp нам нужно внести еще кое-какие изменения в настройки внутри камеры в разделе тревога для этого мы жмем правой кнопкой мыши по экрану конфигурацию устройства заходим сюда это тревога и intel alert system если мы хотим получать все уведомления о тревоге то обязательно ставим включить и не забываем поставить здесь галочки что же делать при тревоге значит в нашем случае стоит мобильный это отправлять уведомления на мобильное приложение отправлять письмо на имейл об этом не рассказывал в прошлом видео ставим галочку получать видео на ftp и он еще внутренний журнал делает записи текстовые можно еще поставить alarm sound когда кто-то будет попадать в поле зрения камеры в камере не будет срабатывать сирена будет работать там какое-то количество секунд чтобы мы могли поставить время видео которое мы хотим видеть на ftp сервере то есть какими кусками он будет кидать после сработки тревоги то это время меняется здесь ставится она в секундах в моем же случае стоит 20 секунд на будущее изменю даже на 30 пускай будет так все конфигурацию устройства успешно сохранена ну а теперь посмотрите как это выглядит после сработки тревоги камера охраняет игрушки и сейчас наш вредный единорог украдет одного пони как вы слышали неоднократно пишите скриншоты на электронную почту а вот как это выглядит у нас на нашем ftp проверяем наш фтп значит заходим на сервер заходим в папку вот наша папка camdvr куда он все пишет заходим сюда и вот наша сегодняшняя тревога вот он нам накидал скриншотов и вот накидал видеозаписи давайте посмотрим что это с ftp копируем все на рабочий стол вот какие скриншоты к нам пришли на ftp как наш вредный единорог воровал игрушку и два видео в формате 264 первое это мы подготавливались а вот то что вы видели на самой камере как только наш единорог появился в кадре сразу пошла запись и у меня стоит то что запись он делает в течение не помню то ли 20 то ли 30 секунд с момента появления объекта в кадре результат налицо все работает все красиво и четко размер видео 12 мегабайт зажимает кодеком по моему то ли h264 то ли h265 по моему 265 стоит настройках ну вот дорогие друзья по настройке ftp все как вы видите за 20 23 доллара функционал у камеры просто вообще бомба поэтому если вы хотите сделать себе видеонаблюдение наподобие того который я буду себе делать покупайте такую штуковину настраивайте и радуйтесь будете контролировать и днем и ночью свою территорию где-нибудь подальше получать на ftp видосы при тревоге не дай бог конечно письма на электронную почту ну и в целом удаленно и управлять дешевые и хорошие по качеству камеры поэтому всем кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал смотрите наши другие видео другие плейлисты заглядывайте в описании всем пока отдастся отдастся испугаться неправимо следит bal ок вообще что ppt л никто Продолжение следует...